Доброе утро, друзья! Доброе утро! Всем привет! Сегодня в Петербурге замечательное солнечное утро. Вот! Здравствуй, дружище! Привет, привет! Рад тебя видеть! Только что с Сергеем Полонским мы договорились о том, что мы создаем группу 12, в которой будут увлеченные люди помогать друг другу в своих ключевых компетенциях. И вчера, когда мы с тобой разговаривали о сегодняшнем эфире, друзья, я хочу вам представить Романа Дусенко. Это человек, который не просто разбирается в банковском бизнесе, потому что Роман пришел из банковского бизнеса. Этот человек хорошо разбирается в стратегиях развития. Потому что, ну, в моей городе мира, в течение месяца кризис закончится. Роман, как ты видишь, как сейчас выстроить стратегию развития, с учетом того, что мир поменяется, и в 2020 году мы уже будем другими, чем в 2019? Какое твое мнение и, на твой взгляд, практические инструменты развития бизнеса в кризис? Владимир, привет! Я приветствую всю аудиторию. Сергей, привет! Привет! Знаешь, это очень характерный пример того, вот буквально в пятницу была церемония награждения предпринимателей премии «Бизнес-успех». И у меня должна была быть очень такая большая, объемная программа. Мы там 4 часа должны с ребятами были работать. И я им приготовил презентацию. Кстати, все, кто захочет презентацию, о чем я сегодня говорил, пожалуйста, напишите либо Владимиру, либо мне. В мой профиль и мы ее пришлем. И первое, что я сделал, я сказал, ребята, мир изменился. Если бы я вам сейчас рассказывал о той стратегии, которой бы нужно было, мы бы говорили с тобой о стратегии, о процессах, об эффективности, обо всей остальной этой главной мути, которая работала там в прошлой жизни. Но сейчас у нас есть один единственный вопрос. И вопрос этот звучит следующим образом. Как спасти бизнес, защитить себя и своих близких? Вот это, на мой взгляд, сегодня самая главная персональная стратегия, которая должна быть у всех. Причем, когда мы говорим о том, что надо спасать компанию, знаешь, не существует компаний. Нет компании. Нет компании Владимира Мариновича. Нет компании Сергея Полонского. Есть люди. В каждом конкретном месте есть акционеры. Есть генеральный директор. Есть следующий уровень руководителей. И в этот момент каждый из них отвечает себе на один простой вопрос. А как мне сделать так, чтобы я следовал своим целям, опираясь на свои ценности? И как мне привести компанию туда, чтобы люди, работающие со мной, те самые, которые будут дальше исполнять эти решения, и те сотрудники, опираясь на свои ценности, почувствовали, что цели, к которым я веду компанию, соответствуют тому, что ты думаешь сам. Понимаешь, удивительная вещь. Нет компании. Есть люди. И у каждого конкретного человека, у тебя, у меня есть свои внутренние ценности. И именно наши ценности определяют наше поведение. Как посмотреть? Ценности, они не видны. Их нельзя пощупать. Ой, смотри, какая у тебя хорошая ценность третьего размера. Нет. У нас есть возможность понаблюдать. Вот самым простым вариантом. Понаблюдай за человеком, и тебе будет ясно и понятно, какие у него ценности. Поэтому здесь все очень просто. Что значит ценности, и как дальше с ними жить? Если любой другой человек, любой человек задается себе вопросом, а что мне делать дальше, для того, чтобы мне сохранить себя, сохранить свой бизнес? Нет, опять же, бизнесов. Есть люди, которые работают на вас. Вы один, если вы компания, вы давно уже ничего не делаете. Есть те люди, которые работают с вами. Чтобы эти люди вам поверили, вы должны им сказать, что вы думаете. А чтобы вам, в первую очередь, человеку, каждому, определить. Мы же сейчас живем в совсем другом мире. Мы должны, а, уважать друг друга. И это самое главное. Относиться с уважением ко всему тому, что происходит. Потому что в один прекрасный момент мы оказались в замкнутом пространстве. И те люди, от которых мы могли убежать на работу или куда-то еще, вдруг со своими увлечениями набросились на нас всех и вывалили. Ведь цель нашей жизни не представить кому-то, что я хочу. Цель нашей жизни постараться сделать счастливыми тех, кто с нами рядом. И здесь напрямую отвечаю на твой вопрос, персональная стратегия. Персональная стратегия – это понимание человеком, куда я нужно идти, опираясь на своих ценностей, в трехмерной модели философии. Прошлое, настоящее и будущее. Мы можем сформулировать себя с точки зрения своих пониманий на свои сильные стороны и зоны своего развития. Чтобы это понять, нам нужно посмотреть на пиковые моменты прошлого. Когда-то мы с тобой рисовали твою персональную стратегию, сидя утром в кафе, в галерее. Помнишь, в декабре? Да. И мы смотрели. Мы смотрели. А какие были пиковые моменты? Что помогало тебе достигать успеха? А что было, когда мы падали? Почему мы туда пришли? Эти все взаимодействия работают. Все очень просто. Есть простые техники. Уважаемые друзья, я сегодня с удовольствием вам об этом расскажу. Это очень просто. Вы берете лист бумаги и ручку и рисуете снизу линию вашей жизни, а справа эффективность. И просто подумайте о том, какая у вас была жизнь. Нарисуйте вот этот график, а потом задайте себе вопросы. Что мне помогало подняться вверх? Почему я опустился вниз? И это вам уже работа на целый день. Роман, если посмотришь, две вещи, которые мне лично очень близки в том, что ты говоришь. Тупой карандаш лучше острой памяти. Абсолютно. Друзья, перестаньте гонять у себя в голове вот эти вот внутренние диалоги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Может быть это, а может быть то. С этого я перескочил на то. Берем лист бумаги, берем карандаш и рисуем. Рисуем последние пять лет. Когда, в какое время, в каком месяце, в каком году. Вот-вот-вот-вот-вот. Точно. Был вот этот скачок в вашей жизни. С чем он был связан. И сделайте такой анализ. Я, например, когда разговаривал с Романом, я сделал это. Я обнаружил, друзья, прикольную вещь, что моя личная эволюция – это такие ступеньки. И вначале, внизу каждой ступеньки, которая знаменовала мой подъем вверх, всегда, оказывается, находился тот конкретный человек, который делал этот мне мощный прыжок вверх. Помогал, точнее, сделать. Именно нахождение правильного, сильного, мощного человека в этой точке времени и пространства давало мне вот этот прыжок вверх. А у кого-то это книга правильная в свое время. А у кого-то это событие правильное в свое время. Роман, продолжай. И еще, спасибо тебе, что ты сказал очень важную вещь про людей. Очень важно на секунду задуматься и вспомнить. Сделать еще одну простую табличку. Вот берем ручку, листочек и рисуем табличку. Кто мне помогал в жизни? Кто мне руководил в жизни? Кто меня наставлял в жизни? Первое. У вас не так много этих людей. Даже если их будет 15 человек. Сегодня самое лучшее время позвонить каждому из них и поблагодарить. Мало того, сказать следующее. Ребята, вы мне помогали в жизни. Я сейчас нахожусь в том формате, когда мне нужна ваша помощь. Если я спрошу вас, вы меня поддержите. И это составит ваш личный персональный совет директоров. Дальше. После того, как вы этот совет директоров сделаете, сделайте еще одну табличку. Ребята, я вам сегодня три дам упражнения. Вы их сделаете, вам уже жизнь останется проще. Заходите больше. Мы с Владимиром вам поможем это сделать. Мы проведем целую мастер-класс от персональной стратегии. Смотрите. Обыкновенная матрица. Плюс-минус. Честно. Сядьте себе и ответьте на вопросы. В чем я крутой? Что является моими сильными сторонами? Что у меня получается лучше всего? Почему люди обращаются ко мне? Что я умею делать? В чем я профессионален? Абсолютно честно. И в этот самый момент снова позвоните тем людям и спросите. Слушайте. Вот вы меня хорошо знаете. Подскажите, правильно ли я думаю о себе? Дайте мне настоящую обратную связь. Второй значок минус. Он называется не слабости. Он называется зоной развития. Подумайте о том, что вы можете сейчас, прямо сейчас в себе прокачать. Английский, французский, дизайн мышления. Стопка книг, которые еще надо прочитать. Стопка книг, которые. Вот знаешь, я бы тебе сейчас показал, развернул. Вот книги, они везде вокруг. Читайте тогда, когда вам нужно. Открыли книгу? Прочитали, закрыли. Берите оттуда и сразу внедряйте. Качество чтения книг регулируется скоростью внедрения. Спасибо, Роман. Нам еще надо продолжать эфир с Сергеем Полонским. Скажи, пожалуйста, какую бы ты книгу для себя сейчас поставил, номер один, за последний месяц, которая для тебя стала таким прорывом? Есть две книги, которые я всем рекомендую прочитать. Нет, не так. Есть одна книга, которую я всем рекомендую прочитать, вне зависимости от вашей веры, это Святой Евангелие. А вторая книга – это набор из нескольких книг. Первая – «Мой лучший год», «Жизнь просто космос», «А девочка, которая продала свой стартап НАСА», и «Стратегия жизни» Кристенсона Клейтона. Вот эти три книги, которые вы прочитаете, я вам их сейчас напишу в нашем чате, в комментарии, как они называются. Ребята, пожалуйста, оставайтесь близкими, уважайте и любите тех, кто сейчас с вами рядом, берегите себя, и мы с Владимиром всегда с вами на связи. Роман, спасибо тебе большое. Самое главное для меня, что ты всегда даешь практические вещи. И, кстати, друзья, вот это увлечение скетчами, это я взял у Романа. Если однажды кто-то из вас будет со мной обсуждать решение бизнес-задачи, вы увидите, как я беру лист бумаги и начинаю писать, чертить, рисовать. Ибо тупой карандаш лучше острой памяти. С нами был Роман Дусенко. Во время сидения дома читать придется в стол. Ошибка, это наоборот, читать в голову, а не в стол. Слушай, мы с тобой не договаривались. Нет, в голову, потому что вот это... И, друзья, то, что вы сейчас накопите, начнет работать уже во внешнем мире, в развитии вашего бизнеса. Володя, буквально одну секунду, и это прекрасная программа. Стать физически лучше, умственнее лучше, морально лучше и полюбить своих близких. А Роман Дусенко будет готов ответить на ваши вопросы. Найдите его, пожалуйста, в инстаграме. Роман, спасибо, дружище. Через неделю еще увидимся. Жму вам пока. Пока.